Из своей квартиры Галина Степановна не выходит уже 4 года. У пенсионерки болят ноги. И теперь ее кормилица и по сути единственная связь с внешним миром – это соцработник Татьяна. О том, что у подопечной течет с потолка в туалете, женщина знала давно. В этом году коммунальная проблема достигла пика. Это вот я увидела на нот. В этом году уже вот такая вот у нее получается червяки. Анатония, у меня червяки. Я сначала не поверила. Говорю, может, бабуля-то у меня что-то. Потом пришла, мамочка, говорю, они такие. Я взяла, говорю, сейчас я сниму, говорю, на камеру у себя, говорю, чтобы нам можно было показать, что действительно у тебя есть. Вот я пришла в субботу, пришла в воскресенье, течет, льет оттуда и никому ничего не надо. Никто не пришел, ни менеджер, которому хотели доказать, что пускай придет, посмотрит. Нет, слесарь пришел, я ничего не сделаю. А ничего сделать слесарь не может, потому что эпицентром Течи, по его мнению, является квартира выше. Лет 10 там никто не живет и попасть туда возможности нет. Когда приехала наша съемочная группа, вода с потолка у пенсионерки не текла. Зато и в минувшие выходные, и во вторник по стене спускалась не агара. Татьяна сфотографировала червей. Настоящие, дождевые. Аж клубками в субботу было. И дождевые, и крупнющие. А то выползут как ниточки еле-еле. Это вот когда не капает, а тихонечко. Все-таки вот такие, как ниточка. А дождевые вот с дождем, с таким. Вода, по-моему, холодные. В квартире Галины Степановны постоянная сырость. Из-за этого самочувствие пенсионерки только ухудшается. А при виде червяков давление перескакивает за 200. Не единожды пожилая женщина звонила в свою управляющую компанию «Диалог». Оставляла заявки. А что толку-то? Они не вникают ни в звонок, ничего. А еще этих вот ответчиков, это одна не ротлепка вообще. Напрямую, если бы они принимали. А то вот слушай, да, слушай, нет. Пока я слушаю, у меня что, пенсия или это, да какую надо зарплату получать, если им надо каждый день не один раз звонить. Они же издеваются просто. Вот и у нашей съемочной группы диалога с диалогом не получилось. Диспетчер переключает на менеджера, который на звонки попросту не отвечает. В мэрии нам пояснили, вскрыть чужую квартиру управляющая компания может, если есть угроза жизни, здоровью или может быть причинен вред имуществу других собственников многоквартирного дома. Алгоритм следующий. В случае, если подтвердится необходимость незамедлительного устранения причин течи, представители управляющей компании в присутствии сотрудников правоохранительных органов и соседей по дому, во-первых, они вскроют замок, во-вторых, они устранят аварийную ситуацию, затем врежут новый замок, опломбируют помещение и составят соответствующий акт о произведенных действиях. Далее все же будет необходимо выяснить информацию о лицах, которые могут иметь отношение к данному помещению. В случае Галины Степановны течь, скорее всего, даже не в закрытой квартире сверху, а еще выше, словом, там, где пользуются водой и сантехникой. И дело в элементарном нежелании управляющей компании разобраться в ситуации.